Окружная столица преображается буквально на глазах. За короткое северное лето подрядчикам нужно успеть выполнить свои обязательства по контрактам и воплотить в жизнь проекты по благоустройству города, инициированные в том числе и местными жителями. О том, как изменится внешний облик Нарьинмара в ближайшие два месяца, в интервью нашей съемочной группе рассказал руководитель управления городского хозяйства Григорий Коваленко. Первая территория, где работы по благоустройству уже завершены, расположена в микрорайоне Качгард. По инициативе бывших работников уже не существующего рыбокомбината, прогулочная зона, по которой люди привыкли сокращать путь до остановки, превратилась в уютный сквер. У нас был он переходящий, словно, с прошлого года, потому что конкурс был разыгран поздно, тогда уже типа в зимнее время, и было решено перенести на этот год и сделать до 20 июля. Да. Ну, работы тоже, вот, в принципе, выполнял здесь с подрядчиком, с подрядчиком было. Они выполнены точно в срок, мы уже отчитались по этому проекту. Единственное, что сейчас буквально на этой неделе привезут, на этой или до конца месяца привезут скамейки, такие именно заводские скамейки, урны установят, и тут работы практически все будут завершены. Работа сделана точно по проекту, посажены, естественно, и кустарники, и деревья, те же шиповник. Вот. Сделана стоянка для машин, чего здесь не было. Ну, и так, и площадка, в принципе, для отдыха. Если так смотреть, понаблюдать, здесь народ даже уже по трудуару не ходит, а вот именно по этому скверику. А раньше, вы видите, какой он был неухожен и все прочее. На месте бывшего неприглядного пустыря в районе центра занятости населения в скором времени появится общественная территория для активного семейного отдыха. Единственное на всем протяжении так называемого Арбата. Работа на объекте выполняется в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. По словам Григория Коваленко, подрядчик общества с ограниченной ответственностью РИЦ показывает хороший темп работы. Я думаю, что этот сквер будет радовать граждан, потому что он находится в центре, тут же и, так сказать, называемый Арбат, и в любое время люди могут отдыхать. Это ряд спортивных площадок, где бы баркаута предусматривается, и, естественно, много детского оборудования. Скамеечки, освещение, озеленение, и плюс мягкое покрытие, причем оно цветное, и я думаю, что оно будет украшать центр города. Обеспокоенность заказчика управления городского хозяйства вызывает второй объект, который появится в окружной столице при софинансировании федерального бюджета. Речь идет о территории в микрорайоне Мирный. Здесь, в районе дома номер 16, по переулку Рождественский, подрядчик должен обустроить спортивную площадку с мягким покрытием для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель выполнил только планировку участка и частично завез строительный материал. При этом срок окончания работ на этом объекте, как и на предыдущем, 1 октября текущего года. Мы давали, так сказать, большие сроки, почему? Чтобы вовремя успели материалы завести в период навигации. Конечно, малые объекты мы давали, там и 15, и 20 дней, то есть небольшие. А такие вот именно сложные объекты, да и финансирование мы заказываем, что вот в сентябре, в октябре, чтобы было финансирование. И чтобы они не торопились и выполнили работы качественно. Ну, кто-то, естественно, где-то игнорирует, у нас срок большой, но у нас лето проходит быстро, потому что погода меняется тоже быстро. Поэтому мы их собираем и говорим, что выполнять работы надо вовремя и точно по представленным календарным графикам, которые существуют. То есть, потому что я, как я сказал, и у меня планировки есть, и в округе проводятся, в департаменте. Именно по этим объектам, которые относятся к городской среде, там, где участвуют федеральные деньги. Работы по благоустройству города продолжаются не только на новых объектах. Так, например, в районе памятника леса с заводчаном деревянный тротуар, который идет от палубной доски и заканчивается в районе бани, заменят 3D-плиткой. В планах управления городского хозяйства оборудовать подъезд к памятнику и парковку для автостоянки, установить дополнительные клумбы и провести озеленение территории. Я не говорю, что это работа одноделанная, что сегодня за год мы это сделаем. Тут я считаю, что работы еще много, и каждый год будем выполнять. Потому что, кроме этого, например, парка, у нас, сами знаете, есть парк или сквер портовикам, и там тоже планируется все это. Там и плитка подвалилась, плюс там беседки, которые там, скамейки, покрытие, карбоновое покрытие поменяется, облицуется еще то, что есть в памятнике, где отвалилась плитка. И плюс мы планируем в этом году перенести памятник буксира комсомольцев на эту же территорию. Этот конкурс тоже объявлен. Это именно в программе. И округ участвует, и город участвует, я имею в виду финансами. Именно обустройство парковых зон. Облик окружной столицы меняется на глазах. Параллельно с обустройством новых игровых и спортивных площадок, скверов и парков появляются пешеходные зоны. Например, в районе кольцевой автодороги уже появился тротуар. В настоящее время ведутся работы по обустройству пешеходной дорожки между первой школой и домом номер 29 по улице Ленина. Как уже ранее сказал Григорий Борисович, городские окружные власти держат руку на пульсе, чтобы все подрядчики выполнили свои обязательства по контрактам в соответствии с графиком.